63 новых случая коронавируса зарегистрировали в Югре за минувшие сутки. В Нижневартовске 14 заболевших, в Сургуте 10, в Фантемансийске 7, в Советском 6. Еще в 10 муниципалитетах 5 и менее случаев. На момент выявления у 39 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония. Коэффициент распространения инфекции 1,04. По информации окружного Депздрава, состояние 46 пациентов тяжелое, 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 800 человек. Отмечу, в течение пяти дней в Югре не регистрируют новые случаи смерти от коронавируса. В Югре разработали защитный протокол для проведения культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе. Документ разработали окружной департамент культуры и управление Роспотребнадзора. Это правила и рекомендации по снижению рисков распространения COVID-19. Обязательные условия для проведения культурного события на открытом воздухе – это использование средств защиты и соблюдения дистанции. Кроме того, массовые мероприятия могут проходить только в тех муниципалитетах, где уровень заболеваемости не превышает среднеокружные показатели. Также уровень тестирования должен быть не менее 200 исследований на 100 тысяч населения. Защитный протокол содержит меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, при организации проявления мероприятий, в том числе во взаимодействии работник-работник, работник-посетитель, посетитель-посетитель, а также по участию иностранных гостей. Региональным НКО нужна поддержка югорчан. Фонд президентских грантов проводит оценку социальных проектов, которые реализовали с использованием грантов в прошлом году. Фонд опубликовал информацию о проектах, в том числе отчеты и результаты. Любой желающий может поделиться мнением об инициативе или собственном опыте взаимодействия с проектом или его мероприятиями. Положительные оценки повысят шанс югорских социально-ориентированных НКО получить поддержку фонда президентских грантов в будущих конкурсах. Оценить проекты можно на сайте оценка.гранты.рф. Напомню, по результатам трех конкурсов президентских грантов в 2020 году поддержкой получили 106 социальных проектов из Югры. В Ханты-Мансийске появилась аллея дружбы. Сегодня воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, вместе с сотрудниками МЧС и Росгвардии провели акцию «Посади дерево». Она прошла в рамках международного экофестиваля «Спасти и сохранить». На загородном участке Центра посадили липы, клен, яблони, груши, дубы, черемуху и манжурский орех. Цель акции – привить детям любовь к природе и экологии в целом. Теперь воспитанники Центра помощи будут ухаживать за саженцами. Каждый год здесь будут появляться больше деревьев, и небольшая аллея превратится в сад дружбы. В этом году очень удачно наша акция совпала, и мы вписались еще и в окружную акцию «Спасти и сохранить». Акция «Посади дерево». В этом году мы решили обновить наш приусадебный участок. Нам в этом помогают наши друзья, МЧС, Росгвардия, наш очень добрый лесник. Каждый из нас является родителем, и мы понимаем, насколько необходимо это тепло и доброта данным детям, нашим любимым. Мы как бы частенько к ним приходим, стараемся сделать все, чтобы у них было доброе и счастливое детство.